Брэйн Ринг Здравствуйте Здравствуйте Евгений, хотелось бы для начала узнать, как вы туда отправились, зачем и что вы, собственно говоря, там будете делать Брэйн Ринг как игра на телевидении с 90-х годов, но в последнее время в России его не показывали Он был на телеканалах Беларуси, Азербайджана и вот в этом году он возвращается на телеэкраны в России Нашу сборную позвали на чемпионат России Будет около 20 команд, среди которых будет наша Какого-то отборочного турнира у нас не было, потому что был очень краткий и сжатый период, когда можно было собрать команду Поэтому мы набрали просто тех, кого посчитали самыми сильными игроками нашего города Я думаю, зрителям интересно, как вообще люди попадают в такие интеллектуальные игры, команды, клубы Вот, например, хотелось бы подробнее узнать о вас, о вашем клубе Что это? Что из себя представляет эта организация? Два года назад, ну чуть меньше, мы с товарищем решили проводить игры просто для того, чтобы играть самим Потому что у нас в городе со спортивными интеллектуальными играми было тогда очень все плохо И мы пришли к моему товарищу Дмитрию Богачеву в антикафе третье место, оно сейчас закрылось И начали проводить там, что, где, когда И моя первая мысль, как бы задумка была в том, что мы учим антикафе, как проводить игры, а сами потом приходим и играем Но когда я начал погружаться в эту тему, я понял, что это настолько все глубоко, что я не могу кому-то это доверить просто И вот с тех пор, получается, мы два года занимаемся этим И добились, на самом деле, я бы сказал, очень больших успехов Потому что, допустим, есть клубы, которые существуют гораздо больше, чем наши Клуб в Хабаровске, там, ну, больше гораздо, чем нам А клубу в Южно-Сахалинске вообще лет 20 Но первый турнир по интеллектуальным играм, лицензированный, провели именно мы То есть нам для этого понадобилось ровно год И как раз на этот турнир приехали команды из других регионов Дальнего Востока Чтобы принять участие, ну, это было очень классно Вот сказали, лицензированный турнир, разные клубы в разных городах То есть очевидным образом возникает вопрос, а каковы регламентированные правила, может быть, какие-то, какой-то пакет документов Хотелось бы узнать, по единым ли правилам играют все вот эти клубы и откуда они берутся? Когда-то давным-давно, когда по телевизору стали показывать «Что, где, когда» В разных городах Советского Союза тогда еще Людям стало интересно, и они решили стихийно собирать своих друзей, чтобы самим поиграть в «Что, где, когда» И через некоторое время они поняли, что в каких-то внутренних своих компаниях им стало тесно И они стали собираться в клубы, клубы городов А после того, как они привезли клубы городов, они решили соревноваться между городами И когда они начали соревноваться между городами, они поняли, что правила у них разные Это привело к тому, что в 1989 году произошел первый конгресс международной ассоциации клубов На котором было принято решение об учреждении организации Которая будет курировать все спортивные игры «Что, где, когда» И тогда же был принят первый вариант Кодекса международной ассоциации клубов МАК и ЧГК Это документ, который регламентирует все правила, по которым играют спортивные «Что, где, когда» И через спортивные «Что, где, когда» прошло много людей, которых вы видели по телевизору Допустим, те же самые телезнотоки, которые сейчас молодые играют Они все играют в спортивные «Что, где, когда» И старые игроки тоже, и Друсь, и Поташов, и Сирман тот же самый Они все играют в спортивные «Что, где, когда» И играют на высоком уровне И участвуют в чемпионатах мира в том числе А Владивостокский клуб тоже входит в МАК? То есть международную ассоциацию? Для того, чтобы попасть в МАК, нужно пройти некоторую серию процедур Мы это сделали И вот этой осенью мы попали Нас приняли То есть на заседании правления нас приняли в члены МАК На Дальнем Востоке это первый клуб член МАК То есть больше таких клубов нет Вы упомянули в своем рассказе сейчас Анатолия Вассермана Я знаю, что 8 апреля прошлого года он прилетал во Владивосток Расскажите подробнее о своем участии в этом мероприятии И о том, что тогда происходило Мы проводили большой фестиваль интеллектуальных игр на базе Дальневосточного федерального университета Мы проводили Кубок Дальнего Востока И на этом кубке мы разыгрывали путевку на чемпионат мира Чемпионат мира проходил в Астане в ноябре прошлого года И прилетела команда из Москвы В составе которой был как раз Анатолий Вассерман Он приехал за свои деньги Именно с целью принять участие и выиграть путевку на чемпионат мира Делился ли он с вами опытом проведения или организации таких вот игр Потому что обычные люди, допустим, во Владивостоке или на периферии Понятия не имеют, что это такая сложная процедура Я знаю, что в неформальной беседе вы мне рассказывали о том, что есть сертифицированные авторы вопросов И вот эти все вещи, которые мало кому известны Можете, пожалуйста, нас немного погрузить в эту закулисную атмосферу интеллектуальных игр Из чего они все-таки состоят и как сложно вообще организовать и провести такую игру К примеру, в Владивостоке Ну, игры бывают разные Если мы говорим про фестиваль, то это действительно большое действие То есть его задумывают за много месяцев до того, как он произойдет И нужно много пройти этапов Нужно найти авторов вопросов Нужно догадиться в помещении Нужно собрать заявки команд Еще команда должна приехать из других городов Нужно с ними коммуницировать Поселить их где-то Договориться Это большая такая организаторская работа В принципе, как и любого другого фестиваля Не связанного с интеллектуальными играми Что касается самого Сурмана По поводу организации я с ним не разговаривал Потому что он сам не очень занимается организацией То есть у него куча других дел Он политический обозреватель и все такое На этот фестиваль, который пройдет у нас в апреле Приедет Илья Бер Вот Илья Бер Он действительно организатор Член управления МАК Помимо всего прочего Главный редактор игры Кто хочет стать миллионером И вот у него можно будет спросить Про всякие закулисные эти вещи Потому что он во всех участвовал Он бывал на всех чемпионатах России и мира И сам проводит игры То есть он будет главным ведущим И по части организации Мы сделаем такую сессию Где можно будет задать ему вопрос И получить ответ Сейчас хотелось бы больше узнать о том В Владивостоке Какие у нас есть вообще разновидности игр Их можно условно поделить на две категории Это коммерческие и некоммерческие, правильно? И вот в чем их главное отличие? Спортивные игры В отличие от коммерческих В первую очередь Ну, есть много отличий на самом деле Отличие, допустим, что где когда От других игр в том, что Там Принципиальное отличие в том, что Когда Играют много команд Они все должны иметь одинаковые условия И это очень жестко регламентировано Сколько секунд дано на то, чтобы обсуждать Сколько секунд на запись ответа В какой период времени нужно проводить этот турнир Как должны вести себя игроки Вопросы все должны быть одинаковые Раздаточный материал у всех одинаковый Есть система Жюри То есть, если вы играете в какую-то Какую-то местную игру Вы даете ответ, который вам кажется правильным А у ведущего написано, что У него другой ответ И этот конфликт Разрешается обычно по-разному Иногда Просто ведущий на свое усмотрение Делает то, что Ну, наверное, да Это подойдет Я это зачту Или Он говорит Нет, вот здесь написано иначе Категорически нет А в что где когда Есть Механизм Апелляции То есть Сначала Команды Спорные ответы Подают В Игровой жюри Игровой жюри их рассматривает Принимают ответы Либо не принимают ответы После того, как Игровой жюри сделал свою работу Игроки смотрят Если их ответ не приняли Они могут написать апелляцию Это вторая инстанция Они пишут апелляцию Аргументируют ссылками На Источники информации Что Так, так и так Мы считаем Что наш ответ правильный Потом Собираются Апелляционные жюри В составе Может быть трех человек И Читают апелляцию Смотрят ссылки А Какие-то собственные Ведут исследования И после этого Голосуют Принять апелляцию Либо не принять И Таким образом Команды Которые играют В разных городах Их много Допустим В некоторых турнирах Могут участвовать Больше полутора тысяч команд Они все имеют Одинаковые условия То есть Всем засчитываются Одинаковые спорные ответы Всем Не засчитываются Одинаковые спорные ответы Которые не приняли И Можно сравнить себя С командами С других городов Вот Ну и Помимо прочего Что где когда Есть Разного Уровня сложности Турнира И Игроков Знаний Которые От игроков Требуются Они ничем не ограничены То есть Понятно что Есть какой-то Здравый смысл У редактора О том что Он не будет спрашивать Сколько было клепок На Аполлоне 11 Потому что Это Никто не может знать Кроме Каких-нибудь Двух Совершенно Космических гиков Но Бывает Очень-очень сложная Фактура Бывают Очень Сложные Какие-то знания Нужны для того Чтобы ответить Ну Как правило Для Спортивного Штага года Требуется Чуть больший уровень Чем Школьная программа Вот Подробнее о том Откуда берутся вопросы Для интеллектуальных игр Расскажут После короткой рекламы А у нас в гостях Капитан сборной Владивостока По брейн-рингу Сооснователь Интеллектуального клуба Осминог Евгений Кан Евгений Хотелось бы узнать побольше Откуда все-таки берутся Такие трудные И порой Непостижимые Для многих вопросы В интеллектуальных играх Такие как Что, где, когда, брейн-ринг И и же с ними Вообще это целая система Потому что Люди не Пишут вопросы с нуля Обычно они сами играют Достаточно долгое время И К определенному моменту У них Возникает Такая мысль Когда они что-то новое знают Ммм, поэтому можно сделать Хороший вопрос И когда Возникает какая-то критическая масса Люди начинают писать вопросы Когда Люди пишут вопросы Потом их можно объединять Какие-то пакеты Которые Потом участвуют В турнирах И Есть тоже экономический фактор Потому что Люди, которые пишут вопросы Они Проводят турниры За турниры Участники платят Организационный взнос У нас Из этих Организационных взносов Организаторы Пишут Точнее Платят деньги Авторам вопрос То есть каждый вопрос Стоит денег Да, каждый вопрос стоит денег Если Вопросы у автора Плохие То ему Никто не будет платить Много денег А если вопросы у автора Хорошие То конечно он может Ставить цену больше И Есть Получается Некоторые Организаторы турниров Проводят тендеры Они объявляют У нас есть тендер Нужно написать два тура Для такого-то фестиваля И Тогда Когда приходят авторы И показывают Вот Есть Профиль Мой На базе Вопросов Что Никогда Можете посмотреть Вопросы Которые я написал И Цена вопроса Цена вопроса Такая Организаторы Смотрят Проверяют И Потом Выбирают себе Редакторов Которые будут делать им Вопросы Есть конечно Организаторы турниров На которые Каждый Редактор мечтает Написать Вопросы Например Чемпионат мира Чемпионат мира Каждый Тур Это Новый редактор Поэтому Это Вопросы Которые будут играть Лучшие команды В мире Поэтому Все хотят Естественно Отличиться Хорошо Вы сказали Существуют Плохие авторы Которым будут платить мало денег Как отличить хороший вопрос от плохого И Приведите пример какого-то Хорошего вопроса Который вам попадался Как ведущему Либо как игроку Ну Хороший вопрос от плохого Отличается Тем Что в хорошем Нет ничего лишнего И Есть все необходимое Для того Чтобы ответить Ну Плюс есть Как сказать Эстетический момент Когда Играешь много вопросов Уже Получаешь Понимание Какие вопросы красивы Какие не очень И Самый Красивый Вопрос Который В последних Играх Мне попадался Это был вопрос Вот Проблема в том Что Вопрос Это Что-то Являющее Целостностью А я могу сейчас Процитировать Немножко его переврать Ничего страшного Вопрос Бориса Моносова О том Что Англичане Вместо Слова Щит Используют Слово Меч Какие слова Мы заменили На слова Щит И меч Вот Правильный ответ Английское слово Шит Дерьмо И Слово Эс Ворд Которое По-английски Пишется Через дефис Эс Ворд Если брать дефис Получится слово Сворд По-английски Это слово Меч И в этом вопросе Нет ничего лишнего Но при этом Сам вопрос Прекрасен Потому что он Не знаю Как объяснить Он просто классный Это арфаэпия Плюс лингвистика Плюс какие-то общие знания Еще нужно догадаться Мы не догадались Но вопрос понравился Хорошо С вопросами Понятно Хотелось бы больше узнать о том Что у нас в Аудиостоке проходит Помимо коммерческих игр Которых наверняка многие знают Это квизы Всякие корпоративные интеллектуальные игры Лиги Простите Подробнее расскажите о рейтинговых играх У нас есть У нас же есть сильные команды Да я так понимаю В Владивостоке Они входят в какие-то На определенные таблицы Вот это бы хотелось Это же спорт Это спорт Вот Есть сайт Рейтинга Международной социацией клубов Международной ассоциации клубов В котором еженедельно Выкладываются результаты Прошедших игр И от результатов игр зависит Заработала команда очки Либо потеряла В зависимости от этого Они поднимаются в рейтинге Выше либо ниже Ну это похоже что-то на Тот же рейтинг Как у теннисистов ЭТП Или у шахматистов Рейтинг ЭЛА Команды участвующие в турнирах Получают Какие-то баллы Эти баллы Конвертируются В плюс или минус По итогам недели У нас в Владивостоке Где-то от 9 до 11 команд В зависимости от Удачной недели Или не очень Которые попадают В топ 1000 команд И В мире? В мире, да А сколько всего действующих Команд в мире сейчас? Ну это сложно посчитать В текущем Ну 2-3-10 В текущем релизе По-моему около 15-16 тысяч команд Но Из них Которые Ну может быть половина Которые играют Более-менее регулярно Вот То есть из 7 с половиной тысяч команд Владивостокские Как минимум 9 команд Входят в топ 1000 Да Это серьезный результат хороший Евгений Евгений Часто интеллектуальные игры Критикуют за то же За что критикуют тесты Или ЕГЭ За то что научившись хорошо Играть в игры Решать тесты Ты учишься хорошо Играть в игры Решать тесты Но не доказываешь Свою интеллектуальную состоятельность Вот Согласны ли вы с этим утверждением? И почему? Ну я не совсем согласен с этим Потому что когда ты проходишь тесты Ты делаешь это в одиночку А когда ты решаешь Ну Обсуждаешь вопрос Что где когда Ты делаешь это с командой И Как В многих других сферах В команде Целая всегда больше суммы составляющих Потому что Ты можешь какие-то вещи не знать Или не догадываться Но Привнося в стол Какие-то свои знания Кто-то другой может их подхватить Может какую-то даже Неверную мысль подхватить И в итоге Вы придете к правильному ответу Еще тесты Это всегда Задания Однотипные А в Что где когда Вопросы Разные совершенно И Многие из них Самые лучшие из них Это те Которые Требуют выхода из плоскости То есть Выхода из привычной логики Выхода из привычного Положения вещей Нужно понять Что Например Когда тебе говорят В вопросе Что это Какой-то Вассерман Что ты не тот Вассерман Которого мы все знаем Как Анатолия А Допустим Какой-то другой Вассерман Например Сценарист в Голливуде И Выход из плоскости Это Такая штука Которая В принципе Не тренируется Но Когда У человека В голове Меньше Границ Каких-то ограничений То И в других Каких-то Сферах Его Деятельности Особенно Профессиональные Становятся Гораздо проще Потому что Человек Умственного Труда Или творческого Он должен уметь Находить нестандартные решения А индивидуальные игры Это именно Способ Повысить свои способности Именно в Таких В такой деятельности Выход из плоскости Найти нестандартное решение Найти какой-то Нестандартный выход из положения Плюс еще Кругозор И Понимание взаимосвязи вещей Потому что Когда людям дают Школьную программу Они обычно не очень понимают Что Допустим Один художник Вот у нас дают Художники Вот художники такие-то Писатели такие-то Там Правители такие-то И у людей Нет взаимосвязи Что Вот этот художник Жил в то же время Что этот писатель Что этот правитель И Что в те времена Была Так происходили Такие-то события Были Такие-то изобретения И все это В комплексе И Когда Ты начинаешь играть В интеллектуальные игры И понимаешь Что Все в мире Взаимосвязано Именно В таком виде Именно История И география И физика Там Естественной науки Это все История людей И людей Которые между собой Как-то Коммуницировали Почему Допустим Мне нравится Рассказывать людям Про то Что Историю Древнего Рима Кажется Что это было Две тысячи лет назад Там Что у нас может сейчас Быть С ними общего Но Мы называем Месяцы Именами Римских императоров У нас Огромное количество Каких-то Повседневных вещей Которые Зависит именно от того Что происходило Две тысячи лет назад И Что Где когда Во многом Помогает Ходить взаимосвязи Между Совершенно Несвязанными Какими-то Абсолютно Разными Моментами И решать задачи Которые В итоге Может быть Пригодятся Какие-то В реальной жизни Ну Есть Вопрос был Даже Несколько Про то Например Случайно Прочную Нить И Каким образом Они Сумели это сделать Оказалось Что они просто Поили Пауков Водой С углеродными Нанотрубками То есть В итоге Пауки С помощью Углеродных Нанотрубок Сделали Супер Прочную Нить То есть Это Те самые Толщины Водинатом Нанотрубки Нанотрубки Они Ну да Это Нанотрубки Углеродные Толщиной Водинатом Просто Это материал Которые Сейчас Особенно Со Нанотехнологии Являются Являются Одним из самых Перспективных Для Изготовления В Хайтек Космическая Промышленность Космическая Отрасль Или В энергетике Ну много где вообще И Ну Это не стандартное решение То есть Они взяли Что-то из животного мира В области высоких технологий Совместили И получили результат И Это Пример выхода из плоскости Потому что Если бы они пытались Сами Собрать эти Нанотрубки Они бы затратили Гораздо больше усилий И это было бы Гораздо сложнее Все это безумно интересно К сожалению У нас не очень много времени остается Хотелось бы вернуться К вашей поездке Грядущей В Москву На чемпионат По брейн рингу Где вам противостоять Будет сколько? 19, да? Вроде бы команд Расскажите подробнее Что нас ждет Что вас ждет Там? Как это будет происходить? В течение какого времени? И какие там будут правила? Мы Поедем туда Вот Уже на этой неделе И 20-22 числа Будут съемки Три дня подряд Практически без перерыва Команды из 20 городов Сразятся между собой Там Будут очень сильные команды Я надеюсь Мы Можем показать Настойный результат И Потом В начале марта Уже На НТВ Будут Показывать эти игры Я не знаю график Но С 3 марта Андрей Козлов Обещал Что по НТВ Будут Начинать Транслироваться Передачи Брендинг Подводя итоги Хотелось бы Узнать Есть ли вам что добавить О грядущих мероприятиях Связанных с интеллектуальными играми В Приморье и Владивостоке в частности? Мы В апреле В апреле 7-8 апреля Проведем второй Кубок Дальнего Востока И Я приглашаю Все команды Которые Играют какие-то другие Интеллектуальные игры Заявляться Потому что это будет интересно Это будет два дня Непрерывных игр И Так как фестиваль Будет в том числе И школьно-студенческим Помимо взрослых То Уровень вопросов Будет Достаточно Как сказать Доступный Поэтому Вы Можете приходить Просто как зрители Можете приходить С семьями Или Приводите своих друзей Знакомых Это будет интересно А сколько команд Откуда они приедут Приглашаете вы Или как это происходит? Мы приглашали команды Из других городов Будет Две команды Из Хабаровска Две команды Из Южно-Сахалинска Две команды Из Суриска Из Артема Будет школьная команда Еще мы Собираемся Сейчас у нас будет Отборочный турнир С идеей школьников Приморского края И В общем Много Студенческих команд Мы рассчитываем Где-то Порядка Шестидесяти команд Шестьдесят команд Да Больше пятисот человек Участников То есть это будет Такой глобальный фестиваль С Два дня Что где когда Брейн Ринг Своя игра И Рудит Квартет Это игра похожая на Свою игру Только командная Я правильно понимаю Будет разделение на категории Школьники Взрослые Студенты Будут играть в отдельных группах У них будут отдельные зачеты И еще как бы Взрослые будут играть За путевку на чемпионат России А студенты на чемпионат России Среди студентов А у нас в гостях был Евгений Кан Сооснователь Интеллектуального клуба Осминог Капитан сборной Владивостока По Брейн Рингу Уже 17 февраля Они летят в Москву Чтобы дать бой Девятнадцати командам Со всей России Это была передача Время говорить Увидимся на восьмом